Привет всем! Меня снова попросили рассказать на сей раз о биологической обратной связи в медицинской практике. Находит эта связь и все более широкое применение, и тому несколько оснований. Во-первых, она моделирует регуляторные системы и процессы в своем человеческом организме, значит является, скажу так, физиологической. Во-вторых, позволяет влиять на наши функции через эти системы и процессы, контролируя результат в ходе осуществления влияния, а значит эффективно управлять ими. В-третьих, возможности ее в последние годы существеннейшим образом расширились, благодаря развитию, значительному удешевлению и повсеместному внедрению миниатюрной микропроцессорной техники. Сегодня биологическая обратная связь зачастую реализуется даже на базе обычных смартфонов, которые практически доступны каждому. Область науки – это довольно молодая. Первые работы появились в конце 50-х прошлого века, причем сам термин «биологическая обратная связь» «биофидбэк» был введен в 1960-м. Кого история технологии интересует, отсылаю к нашей публикации по этой ссылке. Технологии используются в самых разных областях клиники и строятся на контроле изменений кожной температуры, кожно-гальванической реакции, показателей биоэлектрической активности мозга и скелетных мышц, частоты дыхания, частоты вариабельности сердечного ритма и некоторых других. Важнейшая достоинство биологической обратной связи именно в том, что на ее базе строится так называемое биоадаптивное управление. Он является мощным инструментом активного регулирования психофизиологического состояния человека через непрерывные изменения на выбранном промежутке времени, неконтролируемого им периодически изменяющегося психологического показателя с преобразованием выходной пассивный сигнал в сенсорной или символической форме, который не только воспринимается, но и управляется им по типу биологической обратной связи. Наиболее широкое распространение эта технология получила именно на базе вариабельности сердечного ритма или сокращенного ВСР, в которой сконстрирована информация о регуляторных системах человека. Достаточно полную информацию в этом отношении можете найти в нашей книге по ссылке. На базе технологий ВСР построено много систем биоадаптивного управления, которые нашли применение в самых разных сферах человеческой деятельности. В клинической практике она используется для улучшения состояния здоровья больного человека. Все эти системы на базе технологий ВСР построены одинаковым образом. У пациента регистрируется частота средств сокращений, определяемая на базе которой показатели ВСР представляются на мониторе компьютера. Пациент имеет возможность через отслеживание этих показателей психофилологически вмешиваться в свое внутреннее состояние так, чтобы они изменялись в заданном направлении или принимали заданные значения, как правило, отвечающие его норме для данных условий. Биоадаптивное управление в клинической практике может быть использовано в чистом виде, как лечебный инструмент, направленный на восстановление психофилологического состояния пациента, так и как способ контроля эффективности и повышения эффективности результатов лечения другими способами. Больше вы можете найти в наших работах, запросив ключевые слова и включив их число в фамилию вашего покорного слуги. Кто вооружен, то защищен. Спасибо, что смотрите мое видео и да пребудет с вами здоровье.